Я, Завьялова Анастасия Владимировна, работая в школе, основное внимание уделяю духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Автор гуманно-личностной педагогики Шалва Амунашвили наставлял, что педагог должен быть благодатной почвой для развития человеческих чувств и сеять знания не только в памяти и сознании своих учеников, но в их душах и сердцах. Моя задача — деликатно и неназольливо направлять внимание подростка на родник его собственной души. Методики моего воспитания и обучения направлены на личностное развитие ребёнка, построение уважительных доверительных отношений между детьми, учителями и родителями. Они дают мощный толчок к знаниям и духовному развитию ученика. В школе у меня уникальная должность, я педагог-организатор. Это воспитатель, дидакт, дипломат, психолог, как говорят в народе, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Это тот, который находится в непрерывном духовном движении, увлекая за собой всех жителей, звенящего детскими голосами дома, имя которого — школа. Всё то, что по старинке многие до сих пор называют общественной жизнью школы, лежит на наших плечах, начиная с подготовки крупных внутришкольных мероприятий до организации участия школьников в конкурсах и проектах. У нас в школе прошло мероприятие, посвящённое Бессмертному полку. Эта акция готовит наших ребят к тому, чтобы 9 мая пойти с Бессмертным полком Сергеем Посадским. Мы хотим подготовить ребят, чтобы они знали историю своих прадедов и дедов, и чтобы они гордо пронесли фотографии своих родственников. Как воспитатель я создаю благоприятные условия для развития способностей детей, помогаю проявлению их индивидуальности. Творческий потенциал заложен в каждом. Нужно только разглядеть ту неповторимость, изюминку, развитие которой поможет звёздочке превратиться в настоящую звезду. Школа восходит к латинскому слову, который означает «лестница». Это лестница для духовного восхождения человека. Мои ученики становятся призёрами и лауреатами районных и областных конкурсов. Помимо заслуженных наград, они получают бесценный опыт и реализуют свой творческий потенциал. Воспитывают не слова, а конкретные дела. Живое участие ребёнка в настоящем, социально значимом деле. Ученическое самоуправление, дыхады добрых дел, общешкольные праздники, «Месяц патриотического воспитания», акции и фестивали являются основой нравственного и патриотического воспитания. От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Моя миссия — быть проводником детей во взрослый, быстроменяющийся мир, а это невозможно без духовного, нравственного и гражданского воспитания. Редактор субтитров А.Семкин